Затем, чтобы у нас все ноты соответствовали звуковысотности правильно. Давай еще разочек, я поставлю Ре, поддес, Ре. Выдох, выдох, вдох и... То, что он определяет, что это соль, а Ре это соль, это уже неплохо. Давай с тобой выдох, выдох, вдох и... Чуть-чуть выдвинем, просто кроночеряем, берем себя волтоном и завышим. Выдох, выдох, вдох, вдох... Обратно перекатить на нижний интервал, она немножко мешает... кромки мундштука. Если мы спускаемся из верхнего регистра... спасибо большое... ...с верхнего регистра в нижний... Получается так, что у нас немножечко застревает губа, и нам не открыть ампертуру на тот же уровень. Гроб стреляет время добавляем... Поэтому мои рекомендация при переходах в нижний отец... Больше уделять внимание букве О... Гораздо больше открывает ампературу на О... Тогда вы попадете ровно туда, откуда вы стартовали Выдох, выдох, вдох, и... Ми мемоль соль, да? Вдох... Не сдавайся до самого конца, надо же дотянуть. Что ты так бросил нотку? Мы договаривались, что сначала звук прекращается, а потом дыхание, а не наоборот. А ты бросил дыхание, и звук прекратился. Дышим глубже. Выдох... Вдох, еще раз повторяй, мемоль соль. Тяни, в конец ноты соль, туда-туда-туда. Бегу волторную обязательно. Не обязательно делать крещендо при этом, да? Но лучше так, чем наоборот. Выдох... Вдох, мемольчик... Ту-ду-ду... Нахуй... И... Ши... Выдох... Так же закатываем шаргоник, туда-туда-туда-туда-туда. Все, он уже потерял энергию. В середине ноты соль он потерял энергию, остановился, не докатился до таких гербанок, да? А тебе нужно, чтобы докатился. Значит, ты представляй себе, что у тебя длина этого шарика, ты его запускаешь на 150 метров, на 200, на 250, на 300, неважно. И все время, вслед за этим шариком, ты подаешь воздух. Как только ты остановил поток воздуха, то шарик, чик, чик, остановился. Соответственно, волторная перестала отдавать тембр волторной, потому что в ней нет воздуха, да? Нет воздуха, не звучат обертоны, не звучит сама волторная, не передает свою вибрацию в атмосферу. Поехали, еще разочек. Выдох, выдох, вдох, иду,ду. Где наши нотки будут с каждой? Ми, ля, соль, диэс, ми. Ладно. Выдох, выдох, вдох, и... И... Что тут надо? Не только про ноты думать, но и про воздух, да? Еще разочек. Выдыхаем, вдохнули, и в глубину волторный воздух направили туда, ми. Еще, глубже, ми. Соль, диэс, очень глубокая нота. Та, три, четыре. Выдох, выдох, вдох. Вдох туда. Правильно, иду. Вверх, вниз, вниз, и... Раз, два, три, четыре. Туда. Выдох, выдох, и вытаскивай концу, концу. Тихо, 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 тихо. Четыре. Выдох, выдох. Вдох, Вдох, вдох. building. А теперь... Выдох, глубже, 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 три, два, три... Молодец, как хорошо хорошо получается только чуть глубже, дуй. Плагочку выбираем, все время глубе утренемся, да? Выдох, давай еще раз, выдох, не за счет улыбки, а за счет группы У, и поднятие из-за катушек, и сразу не так просто, еще раз, отнимай еще раз, попробуем, выдох, вдох, и еще один момент, у меня такое ощущение, ты немножечко скованно стоишь, попробуй расслабиться сверху, никто не пытать не будет. Стоя абсолютно расслаблено. Ни одна мышца не должна напрягаться ни в лице, ни в руках, только ноги удерживаются в настоящем положении, чтобы мы не упали. Стоять где-то примерно нужно так вот, ни ноги не шире, ни уже, но все правильно стоит. Не скрючивайтесь, пожалуйста. Выдох, вдоль фабика. До конца, не дотякнул до конца нотку. Четыре четверти. Выдох, вдох и... И вот представляешь себе, спорят шарик, все дальше и дальше укатывается, и ты вслед за их шариком все время посылаешь внуку. Дальше, 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 выдох. Вдох, фабика. Ту-ду-ду-ду. Глубже, глубже, быстрее. Глубже, еще глубже, посылай, глубже, да. Три-четыре, выдох, выдох, подъезд, для диез. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Выдох, выдох, выдох. Тоже самое. Ту-ду-ду-ду-ду. Подъезд. Очень красиво у тебя звучит. А на ля-диезе уже не хватает длинной строй и воздуха. Слишком простой звук у волтона получает. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Только из-за того, что нет глубины проникновения струи и воздуха в инструмент. Попробуй просто опытным путем это почувствовать. другой нет рассказки выдох и 3 3 но у нас не получилось да но вторую уже освоили двену тоже красиво звучит да и не контролируем пока ты посылаешь воздух волна будет всегда красиво звучать в виду да и И, ДУ, 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 ЧЕ, ДЕВИДА. СОЛЬ, ВИКА, СИВИКА. ДУ, ДУ. И ещё мой совет. Когда ты занимаешься каким-то делом, что бы ни происходило в зале концерна, тебя это совершенно не должно волновать. Потому что когда ты будешь играть в концерт, всегда найдётся кто-нибудь, начнёт скрипеть стулом, разворачивать конфету, какая-нибудь запоздавшая бабуля войдёт, хлопнув дверью со скрипом, и тебя это будет очень сильно отвлекать. Всегда концентрируйся только на том, что ты делаешь. Вот если отдуешь ноты, это занимает буквально 10 секунд. У тебя должна быть полная концентрация именно на это мероприятие. А какая бабка вошла, какая детка вышла, нас это совершенно не должно с тобой волновать. Да? Договорились? Да. И это вот твоё внимание, это твоё дело. Давай ещё разочек. Мы повторим. Выдох, выдох. Вдох. И. Вдох. 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 на мышцы, чем дольше ты сможешь играть. Перекидывай усилие, которое ты делаешь мышцами губ, перекинь его просто на поднятие и заготовку. Можно маленький эксперимент провести. Я буду играть ноту соль. Если будет больно, я тебе скажу. Твоя задача просто мне язык будет лежать внизу. Ты поднимешь мне язык так, чтобы я перешел на си бемоль или еще больше. Не бойся. Главное, просто не в кадык мне дави. Вот это наверное. Ну дави. Конечно. Ну дави, дави, дави. Я тебя не чувствую. Чувствуешь, да? Вот это вот ты моим языком сейчас управляешь луковосотностью. Не губами моими, не мышцами. Нет, это значит, совсем не больно. Ты будешь небом моего, все равно мне язык не прижмешь. А здесь у нас никаких нет болевых ощущений. Можешь еще раз попробовать? Можешь двумя руками вот так вот сделать. Одну поставить на другую иглу. Я еще раз говорю, больно ты меня не делаешь. Если ты делаешь больно, я тебе дам знать. Можешь до ми бемоль это меня довести. Ну вот, в любом случае, вот этот принцип. Понимаешь? Ты сейчас моим языком управлял, просто по-другому никак не показать. То есть наш язык, что делает? Вот при ноте свой находится в таком положении. Когда снизу не надавливали, мы можем сами это делать. Мы поднимаем таким вот образом, устанавливаем узкий коридор вдоль неба верхнего. И у нас получается, что то же самое количество воздуха идет по узкому коридору с гораздо большей скоростью. За счет этого у нас получается исполнение высоких нот, не за счет мышц напряжения, а за счет увеличения скорости выдыхания струи. Попробуй сейчас это на терстве еще разочек делать. Стоим себе. Выдох, выдох, вдох и до-до-до-до. Уменьше мы, еще меньше работаем губами. Нет, мне, к сожалению, не видно. Посмотри сам. У меня губы сильно работают. Вот и стремись к этому, чтобы не мышцами, потому что мышцы, они в скором будущем устанут. А языком мы можем дребаться очень долго туда-сюда. Практически целый день без устали. Так что вот этот принцип изменения звуковосудности надо искать в технологии задевания инструментом, а не наращивание мышечной массы. Мышечная масса тоже нужна обязательно, чтобы амбушюр был крепкий, потому что при исполнении долгих и громких произведений, чтобы не переходить все-таки на давление мышцака, на губы, а на букве У, иметь сопротивление здесь и управлять струей воздуха, мышцы здесь необходимы. Тоже можете все, известно, не простите, подрогать лицо, да, какие мышцы у меня накачивали и на сколько. Вот эти вот мышцы. Вот эти мышцы у меня держат от расползания. Вот эти вот мышцы у меня держат вот эту площадку ровную, чтобы нижняя губа не заваливала ни в коем случае за губы. А здесь мышцы просто то, что вот играющие. Вот эти мышцы держат, да, вот расползание, вот эта вот ровная площадка, чтобы нижняя губа туда не заваливалась. Вот здесь вот. Понял, это расползание. Это расползание, да. А это держим. Нижняя губа. Что-то, поскольку мы во времени с вами ограничены, что касается вот этих вот переходов, давайте немножечко перейдем повыше, да, сейчас будем говорить соль себе как. Да, да, с тебя начинаем. Соль себе как, выдох, вдох и соль. И так же, да, так. Переход, верев, 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 верев. Вдох, вдох, вдох. Все время шарик, гоним, да, братец, вот до, 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 три, четыре. Это будет ля бемоль до. До, хороший и. И я. Ля бемоль. Ля бемоль. Ля бемоль. Выдох. Выдох. Отними, Валтурно, отними вообще от себя. А мы же не сыграли соль диез. Не важно. Сейчас мы играем ля бемоль. Вдох. Пойдёт? А, понял. Выдох. Вдох. Давай ля бемоль. И ля бемоль. Вдох за два, три, четыре. Вдох, вдох, ля, вину, до, три, два, три, четыре, выдох, выдох, вдох, тоже самое. Раз, два, два, три, четыре, дря, вдох, 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 вдох. И ещё нужно постараться положить его. и только за счет дыхания или воздуха мало мало воздуха водой за 2 берем отдыхаем воздух выдыхаем и направляем а а а и и и и и и и 3, 2, 3, 4, выдох, выдох, передали в док и лябик, ауди, в си, си бемоле, рэ, выдох, выдох и бемоль, то дай, фи, и не обязательно вербину, вербину, не обязательно делайте такое движение, животом, он не помогает. Не делайте. постараемся ровненько стоять отлично выдох и и так вот можно подниматься но до тех пор пока вы не почувствовали усталость как Как только начинается усталость в губах, заканчивается это упражнение, опять возвращаемся к первоначальному нашей ноте из Добика и делаем то же самое с чистой квинтой. Проходили по свежей чистой квинту? Да. Что это такое? Чистая квинта это 5. Правильно, пятый. Это уже 5 долларов. Давай. Выдох. Вдох. Инд. 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 Гораздо более активная работа языка. Вдох, выдох, вдох здесь. Если дыхание остается также работает, то язык проделается гораздо больше активной работой. Вдох. На 3, 4. Выдох. До, ту. До . Идох. Дыхание дальше. два, три, четыре. Выдох. Выдох. Внимательно слушаем. Ребемоль, ля бемоль, выдох, выдох, выдох. По полутона вверх ползем. И... Не получилось. Не попали в обертон, значит повторяем. Выдохнули, сдохнули и... Еще раз, ребемоль, к сожалению, самая глубокая нота. Так же, как и до диез. Соль диез и ребемоль. Самые вибротивные, глубокие ноты. Поэтому глубже дыхание. Глубже, глубже, туда. Глубже, глубже, глубже. Хватаешь и заполняешь волтурным воздухом. Где-то наполовину только заполняешь. Выдох, вдох. И туда. Выдох, выдох. И вот так всегда должна звучать волтурно. Выдох, выдох, вдох. Отлично будет у тебя потом она звучать. Выдох, вдох, вдох. И туда. У вас вообще будет замечательно звучать инструменты. Если вы будете наполнять инструмент воздухом. 3, 4, ту, да. Глубже, глубже, глубже. Уиии. Раздел маленькую хитрость. Кричень-то сделать. А потом зачем ты чего именно это? Сначала хитрость, потом глупость. Выдох. Вдох. Иду. Вдох. Иду. Вдох. Иду. Два. Три. Вот что нужно. Выдох. Ре. Ля. Теперь квинточка. Ту. Ду. Вдох. Иду. Тянем. 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 Выдох. Выдох. Вдох. И... Выдох. И... Нет. На улыбочку перешла. Вбираем улыбку на ушко. Выдох. Выдох. Вдох. Иду. Два. Три. Четыре. Выдох. Выдох. Вдох. Два. Иду. Два. Два. Иду. Два. Иду. Отлично. Выдох. Вдох. Вдох. Хороший. И глубину. Вдох. Миви моль. чтобы все ноги прозвучали красиво все три не только первое данной 2 и 3 еще разочек выдохнули вдохнули и в глубину ми-мемоль мальчик Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 3, 4, выдох, выдох, вдох хороший, туда, 3, 4, выдох, соль, ре, теперь сыграем, туда, выдох, 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 вдох, два, три, четыре, соль, ре, два, три, четыре, три, два, три, вот примерно так и происходит, через 40 минут занятий от переизбытка кислорода уже все начинают путать, какие ноты играли, какие не играли, посидите немножко маленький, отдохните, отдохните, не сядьте, стоп, 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 не сядьте, там телефон у тебя, я говорю, а мы продолжаем пока с тобой, да, соль, ре, выдох, выдох, вдох, и внимательно слушаешь, как нижняя нота звучит, таким же и верхняя, выдох, вдох, когда подряд будешь сейчас сыграть, сразу почувствуешь, что нагрузка на самом деле будет возрастать гораздо больше, вдох, и следующий, ля, туда, туда, вдох, до конца, до конца, до конца, сюда, до конца попало идеально, да? Три, четыре, туда, вот так, по строю идеально, по дыханию не идеально, да? Не передается сейчас вибрация через Волтону нам, непонятно, что все-таки это звучит, может быть, это кто-то из-за двери на фаготе играет, такой, может, по погодни, какого-то нет у нас, слorn25? и в комплексе, конечно, стоять вот, шанс В комплексе нижняя франбус usb, вы-идох, ви-да-и, сибемоль в комплексе, вы-и, сибемоль в видох, вы-идох, 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 выдох, 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 хо-идох, да-ли-но-да-и, сибемоль в видох, и так тоже можно подниматься в принципе до бесконечности да то есть сколько у тебя хватит терпением и мышечной силы и давайте все по очереди играть те же самые торцы которые мы с вами играли будем играть шестнадцатыми и отрабатывать штрих полу стаката поводит аж я не скажу как он точно называется выдох 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 вдох Воздух должен проникать в глубину инструмента. 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 я тебя не буду утомлять от тем что это еще одна мы спишем то же самое, как sant до соль до, выдох выдох вдох вдох vitых дыхание минуты раз левый той и enseñка и dispute обогрел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каждой четверти 4-16. 1, 2, 3, 4. Следующая нутка стоит. 1, выдох, вдох, до ми. И до ми, до ми, до ми, до ми, до ми. На 6 получилось ничего страшного. На 4. Считай про себя. На 4 выдох делаем. Вдох, ре, бимой, фа. Какие пальчики вам берется? 2, 3, 4. Дуется в Алторну. 2, 3, Рэп. 1, теперь. Давай, дочь в Алторну. Я не знаю, что у тебя есть рядом. Алло. Чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего-чего? Можешь дыхание побольше подавай в Алторну? Сейчас выдох. Вдох, глубже. дыхание туда и садис и и и и и и и и и но у меня есть ли мы откройте секрет да вы доходи если одессе ДО-ПА-ТРИ-Т-Ч-Т- peroz. ЗОЛЬ СИ- теперь. ДО-ПА-ТРИ-Ч-Т- peroz. И у всех потихоньку нагреваем, начинается с живота, потому что в голову слишком много кислорода попадает. Давай, теперь твоя очередь. Теперь мы садись отдыхать. Выдох, выдох, вдох, до ми, и до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, до ми, раз, выдох, не. Садись, отдыхай. Не отдельно. Струя дыхания одна, точно такая же, какая была у нас в упражнении, когда мы играли сильный, да? Выдох. Вдох. Два. Два. Дыхание. Дыхание. Смотри, когда умирали люди,adas, ставили, Puissw alternate чая,kmend the bass. первичное дыхание все остальное то есть лучше сыграть не те ноты но на хорошем дыхании выдох а те ноты учительница басафеджу назовешь и длинная нота помнишь я говорил до глубине находится обертон я уберу туда иду неважно быстро мы играем медленно тихо или громко все время в году ду 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 три четыре глупже все ноты глубже вал тоже все там Губокий вдох, желательно нотиком, а вот а а а теперь туда туда глубже 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 а три фай и и а он 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 и и и 4 но он и 4 а и а а а 2, 3, ля бемоль, 2, 3, 4, ля бемоль берется во втором, третьем, 2, на Б, 3, 4, 4, глубже, 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 вот так, 2, 3, ля бемоль, 2, 3, ля бемоль, 2, 3, 4, 1, 2, 5, чуть-чуть погромче, язык почетче, ду, 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 ши, ре, рез, ду, 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 два, три, четыре. Ши, ра, ши, рэ, ши, ду, 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 ду... – Я немножкоalibe повести. – Квинте мы играли? – В основной. – Никто не играл. – Ну, я не играл. – Значит, ну, никто не играл. – Ну, я или икра это – Это с тебя начинает кринт и... – Не до осоли, до осола или нет. – Я играл? – А? А — Я играл. – А, ты играл, прям-то? – А ты кринт играл? – Нет. Они не играли. Значит ты отдыхаешь, Герман играет пильце? Нет. До соль, до соль, до соль, до соль, да? Ви-и-и Ди. И как делаем? Вдо, вдох. До, 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 до. До, 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 до. Ре бемоль, ре бемоль. Ре, до, до. До, 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 до. Больше буквы у. До, 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 до. Выйдет, выйдет, выйдет вдох. Дом, ду. Глубже, гляжей, добычей. Куда прилянет. Димом, глуще, глуще, глуще. И чуть-чуть по громче. и по глубже и дыхание и погромче. Не, не, не. Ты сейчас как раз делаешь... Не, не, ты сейчас делаешь только губами. Для этого можно перейти на фокот. На фокот, и я играю чуже. Не, а не в фокоте. А нам нужно, чтобы каждая нота проникала в глубину волторной, да? Ду-ду-ду, ду-ду-ду. Вот, вот то, что нужно. Дай миси. Ду-ду-ду. но я не знаю но но изучая а 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 Это не переживай, это сразу трудно, чтобы получилось. Подожди, приди и скажи, что вы двоечница. потому что вы не смогли меня научить, что такое чистая квинта. Нет, чистая квинта я знаю, я просто перепутала. Вот именно поэтому она двоечница. Почему? Потому что она тебе не объяснила, что такое чистая квинта. Я знаю. Скажи, что если она тебя через 2-2 месяца к лету не научит, что такое чистая квинта, я напишу письмо в Министерство культуры, чтобы ее сняли с того места, которое она занимает. Ну я знаю, чистая квинта это чистая квинта. Молодец. Ля-бемоль-ми-моль, поехали. глубже глубже вся весь в этом что дуть глубину волторны не искать но ты здесь здесь мы быстро устанем все там меняем выдох вдох и 3 4 3 4 1 2 3 4 два три четыре 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 а руки тоже бездыхание пошло, да? Чего-то резко отменилось. А в чем причина? Голова занялась какой-то другой мыслью. Как переключиться с Водьеза на до, да? Что бы ни происходило, все равно дуем туда. Выдох, выдох, вдох и до 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 на следующий интервал из октавы Не укорачивай. На продолжение каждой нотки. Два. Три. Ревика. Два. Три. Четыре. Противая каждой нотки. Два. Три. Четыре. Не переходи на фа-фа. Два. 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 Двое. Вот это самый начальный момент разыгрывания, поскольку время осталось, что в обертон не попадает, не попадает в обертон, на самом деле, в середину. Два-три-четыре. Вот это, в принципе, самый начальный момент разыгрывания. Да, у нас, поскольку, опять же, время остается не так много, давайте перейдем к каким-то произведениям, наверное, что-то, если вы хотите поиграть, какие-то вопросы, потому что вы уже играли, или, может, никаких нет вопросов, ничего не хотим спросить. Вариант тоже принимается. Можно спросить еще раз, я не понял, по началу звука, про эту песню? По началу звука? Сначала нужно выдохнуть, чтобы очиститься от старого, потом взять свежий воздух. Желательно это делать в том темпе произведения, в котором ты играешь. Пока мы занимаемся, просто, почему я считаю, чтобы была какая-то просто организация, не как угодно брать. Мы вынуждены всегда вступать тогда, когда приходит Рим и вступить, да? Очень резко, когда в одной, там, русской песне «Буйновского голоса» исполняется соло, ты уходишь один на сцену, стоишь и вступаешь тогда, когда тебе нужно. А все остальное время мы заняты тем, что мы попадаем в время за 70 лет концертмейстера или оркестра, да? Если идет вступление к четвертому голосу, и, а, и, а, и. И вступать придется ровно тогда, когда придет время. Для этого нужно рассчитать, сделать выдох-выдох, вдох. То есть обязательно себе внутренне организовывать ритмически. Просто так, захотел играть, это тебе, может быть, будет удобнее, но это никогда не будет удобно в тот момент, когда ты будешь играть с кем-то в ансамбле, с аккомпаниатором или с оркестром. С оркестром вообще плохо дело, потому что тут нужно будет выбирать что-то среднее между дирижером и оркестром. Потому что оркестр обычно играет одно дирижер, дирижер другое, а мне надо как-то со всеми совпасть. Вопрос по... Дальше после этого. Произносишь лоб ду и заправляешь воздух в алтонах. Вот и все. Все максимально естественно должно быть, как бы ничего придумывать специально не надо. Никаких специальных усилий, никакого напряжения в брюшной полости. Ничего я даже не знаю, что лучше сказать. Просто вот как мы с тобой разговариваем, как поем, вот точно так же идут вне. Никаких лишних усилий не делай, стараться наоборот разобрегать. Если где-то что-то пережимается, значит, что-то неправильно делается. Можно запустить дыхание? Нет. Вы сначала берете дыхание носом, а потом убираете пол. Вы чего? Объясню. В принципе, когда есть возможность и время взять дыхание спокойно, я его беру носом. Потому что Господь нам дал нос для того, чтобы дышать, а род для того, чтобы ездить. Вот. Гораздо гигиеничнее брать воду в нос. То есть вы вначале берете носом, а потом убираете в тон. А потом чуть-чуть добираю в тон. И так больше лекарства набирают. И если в стадику посмотреть, как оно набирается, то через нос вот сюда заходит воздухо гораздо больше, чем через рот. В рот оно когда проваливается, и вообще непонятно, куда оно девается. И никакого эффекта клизмы, когда у нас в руках клизмы мы можем регулировать нажим на клизму, да, и равномерно выпускать воздух. Получается, что нет. Поэтому, ну бывает часто, что у нас насморк там или аллергический, простудный, поэтому все равно приходится дышать. А потом, если очень быстро нужно перехватить дыхание в носом, мы не сможем взять много дыхания. К сожалению, все равно приходится. Но я бы рекомендовал и то, и другое использовать. Не исключая, потому что ни в коем случае нельзя дышать в носом. Это вообще тоже порочная, как кажется, мысль. Кто-то в свое время это придумал совершенно неправильно. Точно так же, что для того, чтобы сдать верхнюю ноту, нужно как-нибудь сильнее сжать уже чуть-чуть мышц. Это тоже не неправильно. Ничего не делать, сжимать не надо. Все должно быть естественно, так же, как вот если мы обедаем, берем ложку, да, если вот начинать задумываться, да, как мы это делаем зубами, куда у нас язык при этом попадает. Мы точно себе прикусим язык, что-нибудь сделаем не так, вдохнем не в тот момент и подавимся. надо добиться максимального естества. Выдохнули, вдохнули и потом выдохвал инструмент. Считается, что носом туда, куда надо. Ну да, как раз носом оно попадает. Здесь оно везде может, и наоборот ступорит. И вокалисты излишат носу. Вокалисты должны, чтобы свободно. А главное, что чище будет воздух попадать во внутрь. Хотите что-то поиграть или мы заканчиваем на этом? Не, а можно спросить? Ну конечно. А что переходить с нижней нотки на верхнюю? Например, на верхнюю надо больше воздуха дуть? Это так или одинаково воздух и просто как-то по-другому? Если тебе нужно сделать крещендо к верхней ноте, то дуть надо больше. Это мы сделали крещендо. А если нам нужно, чтобы верхняя нота была тише, то дуть меньше. А вот я не могу этого понять. Нет, я думал, это неправильно, что на верхних нотах надо больше вдыхание вдовать, а на нижних нотах. Нет, можно абсолютно равное количество воздуха подавать в инструмент. Без всякого крещендо. И за счет, мы же сегодня говорили, только за счет языка увеличивать. Но крещендо при этом не делаешь. Будем делать крещендо, наоборот, тяжело. Утомляемость достигнет нас. Я понял. Ну ничего, приезжай, еще заберем все. Вопросов, на самом деле, массово. У меня у самого, я вот скажу честно, к самому себе тоже еще много вопросов. Я думаю, что у каждого исполнителя на протяжении всей исполнительской практики, всей жизни Сулатона, постоянно возникает вопрос. Черт возьми, как же все-таки это сделать правильно? И наша жизнь, она заключается как раз в бесконечном творческом поиске чего-то. Как себе облегчить жизнь? Облегчить или не облегчить, но понятно, да? Ну, если вы больше не хотите меня слушать, то я тоже больше вас не хочу видеть. Давайте на этом тогда мирно и расходиться. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...